Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Тема сегодняшнего нашего вебинара Дивертикулез толстой кишки. Все возникающие вопросы мы с вами обсудим в конце вебинара. Ну и хочу напомнить, что идет запись, поэтому всегда можно будет вернуться к интересующим вас моментам. Итак, что же подразумевается под термином Дивертикулез? Дивертикулез это мешковидное выпячивание. кишечной стенки, которое образуется при проталкивании слизистой оболочки кишки через мышечный слой, циркулярный мышечный слой под воздействием повышенного внутрепросветного давления. Дивертикулы могут развиваться в любом месте желудочно-кишечного тракта в пищеводе, двенадцатиперстной кишке, тонкой кишке, но чаще всего они возникают в ободочной кишке. Впервые Дивертикулы ободочной кишки описали в первой половине девятнадцатого века Флейшман в 1815 году и потом в 1849 году Курвейхер. Они считали это достаточно редким заболеванием, которое было связано с запорами. Авторы выявляли у таких больных истончение кишечной стенки, развлокнение циркулярного мышечного слоя ободочной кишки. В дальнейшем клинические наблюдения Илона в 1885 году показали, что у пациентов имеется спазм кишки в зоне дивертикулов, что указывало на роль мышечного фактора и повышение внутрикишечного давления в развитии дивертикулов. В начало двадцатого века дивертикулы ободочной кишки и связанные с ними осложнениями относились к области казуистики. В начале так называемой эпидемии дивертикулеза в индустриально развитых странах относятся к середине двадцатого века, когда изучение дивертикулярной болезни посвящается исследование, основанное на большом количестве клинического материала. Было показано в тридцатых годах, что в странах Западной Европы и Северной Америки частота встречаемости дивертикулов колебалась в пределах двух-десяти процентов, а уже в 1969 году составляла 35-50 процентов населения. В США к концу 60-х годов 20-го века ежегодно по поводу дивертикулярной болезни госпитализировалось более 130 тысяч человек. В настоящее время число этого трояло составляет более 126 госпитализаций на 100 тысяч населения в год. Аналогичная картина наблюдается в Канаде, в Европе. В 2006 году затраты на лечение дивертикулярной болезни в Соединенных Штатах превысили 2,6 миллиарда долларов. То есть проблема очень серьезная, конечно. Заболеваемость дивертикулезом в Советском Союзе в 70-х годах отмечалась в пределах двух-трех случаев на 100 тысяч населения, а в 79-м году уже выявлялось 17 случаев на 100 тысяч. И по данным рентгеноэндоскопических исследований в 2002 году частота обнаружения дивертикула в водочной кишке составляла 14%, а уже к 2012 году почти 30%. Частота дивертикулеза увеличится с возрастом. Так, до 40 лет это заболевание выявляется менее чем у 10% населения. С повышением возраста до 40-50 лет это порядка 20-30%. Старше 50 лет 45%. И, наконец, в возрасте старше 60-80 лет вплоть до 85%. Можно сказать, что среди мужчин и женщин распространены заболеваемости приблизительно одинаковые. Дивертикулы локализуются в разных отделах ободочной кишки с различной частотой. Изолированные в сигмовидной кишке они встречаются в 30% наблюдений, а в нисходящей ободочной кишке у 13% больных наиболее часто дивертикулы занимают оба этих отдела и составляют 38%. Выделяют два типа дивертикулеза так называемый западный тип и восточный тип. При западном типе в основном поражаются левые отделы толстой кишки. Преимущественно географическая распространенность западного типа дивертикулеза в Соединенные Штаты, Канада, Европа, Россия, Австралия. Восточный тип дивертикулеза характерен для стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. При этом дивертикулы локализуются в правых отделах свякой и восходящей кишки. И распространенность всего, надо сказать, на несколько порядков десятки сотни раз ниже, чем западного типа. В странах Азии и Африки заболевание встречается редко. Правда, среди потомков иммигрантов из этих стран частота дивертикулярной болезни не отличается от таковой у коренной группы населения. Основная причина локализуется, основная причина развития дивертикулеза в первую очередь обусловлена изменением эластичных свойств соединительной ткани. Развитие такой, так называемой слабости соединительной ткани способствует преобладанию в рационе кафинированной животной пищи недостаток продуктов растительного происхождения, в том числе и грубой волокнистой клетчатки. Кишечник проталкивает каловую массу посредством попеременного сокращения стенок и по мере прохождения по просвету кишки стул становится более оформленным, уменьшается его объем из-за всасывания воды из просвета кишки. Кишечнику становится труднее проталкивать более твердый кал, который не обогащен клетчаткой. Сокращение мышц кишечной стенки усиливается, повышается давление в просвете кишки. Повышенное давление в просвете кишки вызывает проталкивание слизистой оболочки внутренней поверхности через мышечные слои, что и приводит к формированию дивертикула. В 75-80% случаев дивертикулез никак не проявляется. Сам диагноз дивертикулез означает бессиптомное отключение болезни. Часто дивертикулез вовсе не распознается из-за отсутствия желоб со стороны пациентов. Нередко дивертикула это случайная находка во время диагностической колоноскопии. Диагноз дивертикулярной болезни оставляется когда дивертикула приводит к спастическим болям чаще в нижних отделах живота слева иногда под лобковой области. Сдутие без лихорадки в анализах крови нет никаких изменений ликостронной формулы. Боль, как правило может облегчаться или проходить после отхождения газов или стула. У некоторых пациентов происходит чередование запора и диареи отхождение слизи со стулом нередко при дивертикулезе отмечается выделение крови с заднего прохода. Более грозным симптомом является тошнота рвота повышение температуры нарастающая общая слабость. Симптомы дивертикулярной болезни могут симулировать синдром раздраженной кишки. Важно помнить что синдром раздраженной кишки обычно поражает более молодых людей и в некоторых случаях трудно определиться к какому из двух данных диагнозов могут относиться описанные выше симптомы. Диагноз дивертикулярной болезни устанавливается после подтверждения наличия дивертикула толстой кишки и исключения других возможных причин болей в животе. Очень важно не забывать что симптомы дивертикулярной болезни особенности не развиваются у людей старше 50-60 лет похожи на симптомы начальных форм рака толстой кишки. Поэтому при предъявлении жалоб описанных ранее лечащий врач обязан должен после физикального обследования назначать дополнительное обследование. В частности колоноскопия. Колоноскопия однозначно подтверждает наличие или отсутствие дивертикулов исключает опухоли толстой кишки. Как правило при колоноскопии сами дивертикулы не видны. Видны их устья, округлые овальные формы, снизмененные слизистые вокруг. Если имеется воспаление дивертикулов, то устья эти как правило гиперемированные то есть покрасневшие нередко бывают выделения гноя из них. Также при колоноскопии четко устанавливается кровотечение возникающее из дивертикулов. Еще одним обязательным методом диагностики при дивертикулезе является иригоскопия. При иригоскопии видны отчетливо видны выпячивания округлой формы, которая собственно является дивертикулами, расположены по контуру кишечника толстой кишки. У больных с неосложненной формой дивертикулита опорожнение дивертикула наступает при так называемом двойном контрастировании, когда в толстую кишку вводится боревая звесь и она после опорожнения дивертикула тоже опорожняется. В данном случае мы видим, что есть дивертикулит, то есть дивертикулы не опорожнились. Важнейшими методами диагностики также являются ультразвуковое исследование кишечника и компьютерная томография. Сложно переоценить возможности этих методов, они крайне необходимы, потому что как правило всегда можно рассмотреть воспаленную стенку кишки, отек, наличие инфильтратов в области дивертикулов и наличие перфорации. Вероятность перехода дивертикулеза в состояние дивертикулярной болезни составляет от 5 до 20%. При этом у 75% из этих пациентов развивается острый дивертикулит или абсцесс воспаления дивертикулов, гиперемии и выделением из дивертикула как правило гноя. В 25% случаев могут возникнуть другие осложнения, в частности такие как перфорация дивертикула с выходом кишечного содержимого в свободную брюшную полость, что нередко приводит к распространенному перитониту. Также перитонит и перфорация дивертикулы является четвертой по частоте причиной экстренного хирургического вмешательства после острого аппендицита, перфорации язвы, двенадцатиперстной кишки и желудка и кишечной непроходимости. Кровоточение как осложнение дивертикулита возникает в трех пятнадцати процентах случаев и они четко выявляются при проведении колоноскопии. В пяти семи процентах случаев осложненного дивертикулита могут возникать свищи соусти между просветом толстой кишки и другим полым органом. Здесь в частности изображен свищ между толстой кишкой и мочевым пузырем. Если возникли подобные осложнения, то ставятся показания к хирургическому лечению, особенно в экстренных случаях. Таковыми являются перфорации дивертикула, кровотечение пропозное, которое невозможно остановить в течение суток и которое требует массивных доз крови для переливания и кишечной непроходимости, возникающая на фоне развития инфильтрата в области поспаленного дивертикула. К плановым показаниям хирургического лечения является образование хронического инфильтрата, который может симулировать злокачественную опухоль, сформированные свищи внутренне и наружные, которые значительно осложняют жизнь пациентов, и клинически выраженная дивертикулярная болезнь, которая не поддается комплексному консервативному лечению на протяжении более шести недель. При хирургическом лечении дивертикулеза используется очень много операций. Все их перечислить практически невозможно, но есть основные. Первое и самое благоприятное для пациента это, конечно, резекция кишки с наложением первичного анастомоза. В этом случае резекцируется участок, пораженный дивертикулами, и формируется анастомоз между вышележащими и нижележащими отделами толстой кишки. В некоторых случаях, когда у пациента имеется явное выраженное воспаление в области операции, нередко эта операция дополняется введением так называемой максимальной колостомы на переднюю брюшную стенку для того, чтобы исключить заброс колосодержимого в области анастомоза. Классическая операция самораспространенная операция Гартмана, когда резекцируется участок с дивертикулом пораженным и нижний конец кишечника заглушается, оставляется в брюшной полости, а верхний выводится в виде стомы кишечной трубки на переднюю брюшную стенку. Нередко для того, чтобы снять нагрузку на область инфильтрата с воспаленным дивертикулом формируется так называемая разгрузочная трансфизостома. В этом случае коловостроя отводится от зоны поражения дивертикулеза. Также часто используется операция когда кишка выводится в виде двуствольной стомы на переднюю брюшную стенку именно в месте перфорации дивертикула. И по стихаме симптомов возможно выполнение реконструктивной операции по ликвидации этой стомы. Ну и наконец в плановой хирургии часто используются различные виды резекции. это резекция сигмоидной кишки расширенная левосторонняя геноколоктомия когда удаляется весь левый фланг левая половина толстой кишки и формируется анастомоз. Как правило в плановой хирургии чаще всего обходится без певентинной колостомы. Консервативное лечение острого дивертикулита целью является предотвращение дальнейшего распространения воспалительного процесса и создание оптимальных условий для эвакуации воспалительного эксудата из дивертикула в просвет кишки. В первую очередь это конечно антибиотикотерапия. Предпочтение отдается операренным антибиотикам. Также проводится инфузионная терапия для того чтобы снять интоксикацию сопровождающую как правило воспаление спазмолитики бесшлаковая диета молочные продукты отварное мясо рыба яйца нормализация стула в этом случае используются легкие слабительные нередко используется вазелиновое масло которое не всасывается в толстой кишке проходит транзитом и помогает опорожнять кишечник. Также используются ферментные препараты витамины. профилактика дивертикулярной болезни если мы не хотим страдать тем, что и перечислил лучше безусловно можно конечно использовать диету богатой клетчаткой как минимум 18-30 грамм в сутки клетчатка позволяет размягчить стул предотвратить запоры вздутие живота развитие болей при добавлении клетчатки в рацион необходимо соблюдать постепенное увеличение ее потребления так как кишечник должен успеть перестроиться лучше всего делать перемены в питании допустим несколько раз в неделю менять допустим мы питались белым хлебом пшеничным а скажем на следующий день мы добавляем отрубной в следующий день мы добавляем фрукты овощи дополнительно ну и безусловно нужно постоянно контролировать свое состояние и наблюдать если самочувствие улучшается то конечно да мы на правильном пути ну и в случае сохранения симптомов конечно нужно обращаться к врачам обязательно нужно потреблять продукты с высоким содержанием пищевых волокон это фрукты овощи те же самые отрубной хлеб мюсли пшеничные утру други клетчатка боговые также сейчас есть отличные препараты для того чтобы облегчить дефекацию это балластные вещества на основе вытяжки семян подорожника мукофальк или индийский аналог фитомоциум они в андоязычной литературе называются фибр и конечно очень хорошо помогают опорожнению кишечника безусловно необходимо принимать витамины есть еще препараты которые несколько стимулируют кишечник например кремедат тоже используют спазмолитики чтобы снять неприятные симптомы в области дивертикула ну и безусловно конечно бактериальные препараты называемые пробиотики потому что при дивертикулезе как правило бурно расцветает патогенная флора и нам нужно восстановить нормальный баланс для того чтобы кишечники не было воспалительных процессов это множество препаратов на основе бифидомбактерий лактобактерий фекальных стриптококков их очень много но собственно говоря доктор подскажет какие именно помогут ну и конечно в заключение хочу обратить ваше внимание на то что важно обратиться вовремя к врачу при развитии симптомов о которых я говорил лучше обязательно обращать внимание на смену характера ствола будь то запора либо чередование диареи с запорами появление непонятных примесей слизи обильной какой-то гноя может быть тем более при кровотечении конечно обращать стоит внимание на появление каких-то болей непонятных в животе появления в сочетании особенно с повышением температуры лихорадкой дело в том что все это может вести к очень серьезным жизнеображающим заболеваниям спасибо за внимание прошу задавайте вопросы если есть то до еще планирование до встречи до их лихорадкой Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это действительно выход.